У меня был спор с мужем. Он хотел Андрей, я хотела Паша. Но все равно, кто мучился, тот и назвал. Маленький Паша родился недоношенным. Всего килограмм 150 граммов. Беременность у мамы малыша Виктории протекала тяжело. На 22 неделе девушка простудилась, а на 31 ее пришлось экстренно прокисорить. Обзабрала же? Да, уже кило 200. А как сейчас тебя чувствуют? Ну, нормально. Кушают уже побольше. Мы начинали вообще с грамма. В шпричик молоко набираешь и кормишь. Сами кормите? Да, сами. Каждые три часа. В Алтайском крае в среднем рождается около полутора тысяч недоношенных детей ежегодно. С экстремально низкой массой тела, то есть менее одного килограмма, около ста новорожденных. Такие малыши требуют круглосуточного наблюдения. А его 35 лет назад не было. Это напрямую отражалось на младенческой смертности. До того, как был выделен отдельный специалист, врачный унотолог, в родильных домах были приходящие врачи-педиатры. То есть они приходили в день, осматривали детей и уходили домой. То есть, соответственно, помощь оказывалась не совсем полностью. Из тысячи детей погибали 20 детей до года. Сегодня из тысячи детей погибают не 20, а 4. Показатель смертности удалось снизить после создания в 1987 году неонатологической службы. Если вы прочитаете о специальности неонатологии, то это первые 28 дней. Но я хочу сказать, что неонатология – это не 28 дней. Это врачи-педиатры. Во-первых, они из педиатрической службы все пришли. Они могут распознать хирургическую патологию, они могут распознать кардиологическую патологию. У нас дети и готовятся к кардиологическим операциям, и забираем мы потом их из центра Мехошалкина и выхаживаем после кардиохирургических операций. Тепло ли малышу? Развиваются ли органы? Стабильно ли дыхание? За этим всем пристально наблюдают врачи-неонатологи. А что касается Виктории и ее сына, то они ждут прибавления веса до 2 килограммов. Тогда вершинины смогут отправиться домой. Сегодня преждевременные роды совсем не приговор. В большинстве своих случаев недоношенные дети ничем не отличаются от остальных и ведут полноценный образ жизни. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.